Вот, видите, как? И прямо на дорогу. Ну, а кулак. Отлично же все видно. Владимир Корнаухов показывает, как все произошло. Огромный склон, тротуар, как гора Килиманджаро, перетекает в проезжую часть. Огромный скользкий спуск вниз. Техника чистит лишь проезжую часть, а тротуара нет. Поэтому здесь образовался такой перепад высот. Ренат Шахенуров видел, как в этом самом месте женщина подскользнулась и попала под колеса проезжающего автомобиля. Недавно одна из жительниц нашего дома упала под машину. Слава богу, ничего не произошло. Уж только ушиб. Но все это люди видели, свидетели тоже есть. Прошу спецавтохозяйства, руководство спецавтохозяйства обратить на это внимание и провести чистку. Нормальную чистку. Посыпать все песком. Пострадавшая делалась ушибами и не стала вызывать ГИБДД. Хотя напрасно. Может, после этого бы дело и сдвинулось. Вернемся к Владимиру Корноухову. Мужчина не может припомнить, чтобы здесь за зиму хоть раз нормально чистили тротуар. Так, чтобы до асфальта. А ведь неподалеку школы и детские сады. Видите, тут нету как ни ступенек, ничего нету. Так что вот тротуар плохо чистится. Один раз мы прошли и все. А когда будет делать еще, неизвестно. Сами видите, сколько? Раз и все. Упал и в малая машина идет. Бух. Все. Там под машиной оказался. Вот такая вот ситуация. Сразу после того, как мы отправили запрос в администрацию с просьбой рассказать, когда же коммунальщики начнут выполнять свои обязанности, после этого на месте тут же появилась вот такая вот ступенька. Возможно, это решит проблему и на дорогу больше никто не соскользнет. Но, тем не менее, тротуар должен быть вычищен на совесть. В ближайших выпусках мы вернемся к проблеме и посмотрим, что чиновники ответят на наш запрос. Сергей Каленик, Степан Никрасов, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекаме.